Старт фестивалю «Театральное при Волжье» дали в День театра 27 марта этого года. События разворачивались в театре комедии, а сейчас здесь не менее торжественное событие – награждение победителей этого конкурса. В номинации «Лучший студенческий театр» первое место достается коллективу «Абрикосовый сад» из Чувашской республики за постановку «Мой дедушка был вишней». А лучшим школьным спектаклем становится «Сказка Емеля Лодаря» студии «Пауза» из Башкортостана. «Республика Башкортостан выиграла, и вот тут все, конечно, вот эти просто какие-то бесшабашные эмоции такие были, да, просто крики «Ура!», поздравляем, браво!» В год театра фестиваль, пожалуй, стал главным культурным событием. 14 регионов, более 400 коллективов участников, спектакли посмотрели более 120 тысяч человек. Побежденных на этом фестивале нет точно. Каждый, кто участвовал в этом фестивале, получил заряд подрости. Любите театр, играйте в театр. Я думаю, что мы продолжим этот фестиваль в 2020 году и выявим еще больше новых талантов. Нижегородскую область на фестивале представляли два коллектива. Театр «Зеркало» из-за Волжья выступал с постановкой «Дураки». Это спектакль о жителях деревни Куличевка, о так называемых «Глупцах». Второй коллектив – молодежная студия «Старт-ап» из Шаранги. Они представили драму «Остров 13» о жизни подростков. Эти театры поделили между собой первое место в региональном этапе конкурса. Естественно, как и любой участник конкурса, надеялись на победу, но в то же время эмоции от причастности к тому, что мы были частью этого большого конкурса, также переполняют и, наверное, заряжают на будущее. Нижний Новгород стал центром проведения фестиваля. Итоги подводились в прямом эфире в Театре оперы и балета. А сейчас чествуют победителей. В торжественной церемонии награждения победителей театрального приволжья принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В Нижегородской области год театра отметил множеством ярких событий, премьер, театральных постановок. Мы первыми в ПФО приняли эстафету театрального марафона, который проходил год театр в стране. И, конечно, фестиваль «Театральное приволжье» в этом контексте стал такой вишенкой на торте. Я очень хотел бы всем, кто выступал на сценах фестиваля, творческих успехов, действительно найти себя в искусстве. Очень бы хотелось увидеть потом вас на подмостках самых знаменитых, самых прославленных театров. Конкурс «Театральное приволжье» проводился впервые по нацпроекту «Культура». Теперь Нижний Новгород передает эстафету Удмуртской республики. В следующем году именно Удмуртия станет центром фестиваля и местом объединения творческой молодежи. Предполагается, что «Театральное приволжье» станет традиционным конкурсом, на котором будут выявляться новые таланты и зажигаться будущие звезды российской сцены. Дарья Кульбайкина и Вячеслав Орлов. Время новостей.